Нет ли у вас ощущения, что финишная прямая до выборов президента в Соединенных Штатах Америки все-таки является и своеобразной финишной прямой большой войны? Есть, абсолютно есть такое ощущение. Я там хочу добавить, что еще будет чуть менее значимо, но совершенно тоже важны эти выборы в Германии в следующем году. Будет тоже обязательная добавка к этому. А так, безусловно, и то, что сегодня президент Зеленский в США и будет обсуждать, видимо, в самое ближайшее время все эти ключевые вопросы, мне кажется, что наступает эта финишная прямая, наступает. Теперь давайте обсудим подробности плана Зеленского, плана победы Зеленского, который включает в себя четыре основных пункта. Первое – это разрешение на удары дальнобойными американскими, британскими, желательно, конечно, немецкими ракетами по территории России. Второе – всеобъемлющая финансовая помощь. Третье – гарантии НАТО. Если даже НАТО не примет Украину в свой состав, то хотя бы гарантии на уровне Израиля, как я понимаю. И там еще четвертый пункт есть, я сейчас даже не берусь вспомнить, то есть это то, что просачивается. Это восстановление, восстановление разрушения. Да, да. Что вы думаете об этом плане? Реалистичен ли он и пойдут ли на него американцы и вообще объединенный Запад? Я думаю, что пойдут. Вопрос, конечно, будет в точности того, что ожидают Украина и президент Зеленский, но то, что я думаю, все четыре пункта будут исполнены, у меня не вызывает сомнений. Ну, первое – по ракетам дальние действия. Но здесь уже просто, так сказать, люди, наверное, все понимают, что это война, полномасштабная война. Есть две стороны, воюющие две стороны. Одной стороне, как бы, то, что хочет Путин, что ей разрешено делать все, даже, так сказать, растаптывать международные нормы ведения боевых действий. А другой стороне, я не разрешаю, так сказать, половину от того, что она была бы использована. Поэтому я думаю, что украинские руководители и послы разного уровня убеждают Запад в течение этих всех лет, значит, этой агрессивной войны, что давайте мы выровняем это, как это ситуация. Война есть война, что можно все делать и одной стороне, и другой стороне в рамках тех норм, которые конвенции определяют. Поэтому я думаю, что уже, ну, и видно из заявлений западных лидеров, что они готовы к принятию такого решения. Конечно, администрация Байдена боится. И все эти годы задержки по поставкам были, ну, там, помимо еще внутренних споров с республиканской партией и с Трампом непосредственно, но задержки всегда были, поскольку видно, что администрация Байдена очень боится сильно-сильно раздражать Путина, боится, что, так сказать, он будет непредсказуемым и, там, бояться ядерной кнопки. Но уже на протяжении этих трех лет, мне кажется, что уже достаточно аргумента было приведено для того, чтобы сделать вывод, что Путин не будет применять ядерное оружие. Он боится это сделать, потому что боится ответа в отношении себя и своей команды. Неделю назад мы встречались с вашим коллегой, бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, и он сделал, ну, сенсационное заявление в нашем интервью. Он сказал, что я бы на месте Объединенного Запада дал бы, конечно, разрешение на применение всех видов вооружений. Я бы принял бы незамедлительно Украину в НАТО, и я бы дал на восстановление Украине 500 миллиардов долларов, триллион долларов, сказал Борис Джонсон. Сколько угодно, столько и дал бы. Что вы об этом думаете? Ну, конечно, это просто говорить, когда ты находишься на посту руководителя и не несешь большой ответственности за сказанное, но потенциальный подход, я считаю, что он правильный. Я тоже об этом говорю, что если Запад и все демократически настроенные силы, включая все российские демократически настроенные силы, если мы все считаем, что у нас даже закончится победой Украины, и агрессор должен быть остановлен и полностью, так сказать, посажен в свое место, значит, то, конечно, нужно обеспечить эту победу. Она может быть обеспечена только увеличением помощи Украине. У нее рисковый, у Украины рискового ресурса меньше, чем у России, значит, нужно сделать больше вооружений, чтобы было превосходство вооружения. И поэтому эта помощь должна быть увеличенной. Не просто там на 10%, а в два раза. И тогда война на истощение, которую бьет Путин, он не сможет дальше больше вести. Больше года он уже дальше не выдержит, если ему придется выравнивать уровень своих расходов. У него проблемы уже сейчас, при нынешних расходах проблемы с финансами. Поэтому, безусловно, есть совершенно понятный путь, как это сделать. Я думаю, что Борис Джонсон, исходя из такого понимания, что решение должно быть принято однозначно, без всяких там сомнений, что нельзя позволить Путину победить. Это означает разрушение всей архитектуры вообще безопасности, это разрушение всего миропорядка, который был установлен после Второй мировой войны. Поэтому здесь совершенно очевидны глобальные политические вопросы, глобальные вопросы безопасности, всемирной безопасности. И исходя из этого, он прав и высказывает такие вещи. Но, видите, тот же Борис Джонсон сказал мне, что мне осточертело уже, сказал он, когда на Западе говорят, что мы будем с Украиной столько, сколько потребуется. Хватит, надо быстро брать быка за рога, заканчивать эту войну победой Украины. Не кажется ли вам, что это такая общая мысль Запада, объединенного Запада, что сколько можно? Хватит заканчивать, и заканчивать нужно на наших условиях. Ну, мне кажется, что это совершенно эти заглянания, они были правильно делались, регулярно повторялись. Без этого нельзя. Это расчет в том числе и на психологическое давление на Путина и его окружение, о том, что Запад не отступит, и то, что Путину, как он выражается, не удастся их пережать. И поэтому даже вот эта трехлетняя война уже показывает, что несмотря на то, что Путин перевел всю экономику на военные рейсы, с учетом тех больших, большого притока иностранной валюты и доходов, в связи с этим, которые получала Россия, тем не менее, сегодня ситуация напряженная, и она внутри страны растет. Из-за растущей галлопирующей, ну, пока еще не галлопирующей, но обуздать ее пока Центральные банки и Минфин не могут. Поэтому ситуация напрягается. Она не критическая сегодня, но если сейчас, как я сказал, будет увеличена поддержка Украины и финансовая, и военная, то ситуация будет развиваться очень быстро. Даже я напомню, что, например, в прошлом, в 2023 году, как только был введен потолок цен на нефть в 60 долларов за баррель, и при общей цене, которая была на рынке 85, по-моему, или даже в этом районе, то сразу после введения этого, в первом квартале доходы путинского бюджета упали почти в два раза, доходы от нефти и газа. И это была большая проблема. Пришлось девальвировать валюту в августе месяц, с 60 до 100 рублей за один доллар, с тем, чтобы как-то сбалансировать бюджет. Поэтому ситуация есть очень чувствительная, она очень хрупкая. И сейчас вторичные санкции по нефти начали работать, и там ловят эти серые корабли, где-то там ловят их, и эти фирмы, поэтому ситуация такая, что сейчас нефть стоит 70, это бренд, значит, российская нефть меньше 60, бюджет России по 70 сформирован, значит, уже накапливается дефицит. А если цена дальше будет падать, и если в Америке новый президент примет решение о расконсервации ресурсов, и цена упадет до ниже 60, я имею в виду международный бренд, а российская, значит, еще ниже, то это будет катастрофа. Поскольку даже при 60, и при 60 в прошлом году, цене 60 долларов за баррель, российская нефть продавалась по 40-43, а это уже беда, катастрофа для бюджета. Поэтому очень хрупкая позиция. Поэтому здесь несколько факторов совместить вместе, и цель победы Украины может быть достигнута в короткие несколько месяцев, ну, в течение года. В свое время Горбачев и Шеварднадзе рассказывали мне, как началась перестройка демократии, гласность, демократизация и гласность в Советском Союзе. Президент Рейган просто обрубил цены на нефть до неприличного показателя, и все сказал Шеварднадзе, и тогда мы с Михаилом Сергеевичем объявили гласность перестройку демократии, демократизации. То есть, оказывается, все очень просто. Если у тебя деньги на войну, ты воюешь, нет у тебя денег на войну, ты объявляешь перестройку, перезагрузку и так далее. В состоянии ли, на ваш взгляд, объединенный Запад мгновенно принять решение и просто обрушить цены на нефть? Ну, я думаю, так никто делать не будет, поскольку никто не хочет каких-то катаклизмов, никто не хочет какого-то всплеска инфляции, неконтролирующих вещей. То, что было в недалеком совсем будущем, значит, да, здесь в Европе инфляция была по 15-20, здесь в Латвии была самая большая, в Латвии, по-моему, и в Литве были по 20% инфляции было. Поэтому это очень такое неприятное состояние. Из-за этого выходить очень долго. Инфляция это не просто сегодня есть, завтра нет. Это несколько месяцев или там больше года потребуется для стабилизации. Поэтому таких решений принимать никто не будет. Но плавно это сделать, это можно, это будет, будет так, это возможно, так это будет делаться. Значит, там несколько фактов, ни одна цена на нефть. Но я хочу вам сказать, что, конечно, Горбачев начал перестройку не в связи с тем, что цены обрушились, а в связи с тем, что он видел, что система советская, тоталитарная система уже больше не может работать, и нужно ее обновление. У него было свое представление, так сказать, половинчатые решения, поэтому пришли к кризису. Но то, что он хотел поменять ситуацию и делать реальную деморатизацию и дать больше свободы, но не до конца, но под руководством Компартии. Но это отдельная тема, значит, историческая, сейчас мы сегодня не будем его понимать. Но это да, в тот период времени так получилось, что действительно экономика Советского Союза была в ужасном состоянии, когда уже в 91-м году, в 92-м году уже кормить людей было нечем. Михаил Михайлович, скажите, вот вы же помните наверняка Советский Союз, счеты эти стоящие в каждом гастрономе, отсутствие диджитализации и так далее, всех благ, которые сегодня просто подарил всему миру просвещенный Запад. Как вы думаете, у Запада не может возникнуть такого желания просто обрубить России всю компьютеризацию, все базы, все цифровые технологии, ну, чтобы страна в раз погрузилась в 20-й век или в 19-й и жила так, как на своем импортозамещении, чтобы появились опять счеты в магазинах, чтобы не было единых каких-то реестров и так далее. Вот было бы весело. Тогда, я думаю, война закончилась бы за день, а может за полдня. Нет, так было не закончилось, поскольку это не те кнопки, на которые надо нажимать. И поэтому Запады прекрасно понимают. И поэтому сегодня нет эмбарго на торговлю с Россией. Есть санкции против конкретных предприятий, конкретных людей, и есть ограничения по поставкам конкретных товаров. Товары обычные, которые люди потребляют, могут поставляться, и они поставляются. Просто многие западные компании по своей инициативе это не делают, в связи с тем, что понимают, что они ведут диктаторским режимом, значит, ведут такую торговлю. Но запрет такого нет. Запрет есть на конкретные товары. Перечень товаров будет утвержден и Еврокомиссией, и правительствами США, Канадой, Японией и так далее. Поэтому Запад понимает, он не хочет, чтобы простые граждане страдали, но Путин в рамках своей логики переносит все страдания, естественно, на российский народ. Это выражается и в инфляции, значит, это выражается и в тех вот, в той мобилизации, гибели тысяч людей, значит, которые не сами понимают, за что. Есть, конечно, убежденные, так сказать, отравленные путинской пропагандой люди, значит, да, но, тем не менее, значит, это граждане, которые, и они принимают решение, воевать или не воевать, начинать войну или нет. Даже руководители, или, скажем так, большая группа, относящаяся к руководству страны, не принимала решение, не желала начинать войну. Путин решил, и у них не спрашивал. И они, конечно, все хотят, я уверен в этом, сколько знаю, значит, все хотят прекращения войны, чтобы завершить все это дело. Все понимают, что это катастрофа, которую Путин развязал, и завершить ее не может, значит. Поэтому западное решение о наказании всех, я думаю, оно не будет, значит. Я считаю, что оно было бы неправильно, если с контактом и заставилось. Да, российский народ несет ответственность за то, что он допустил правление этого человека, который, так сказать, творит эти вещи, значит, разрушая все и вся вокруг себя, главное, не вокруг себя, в соседней стране, значит, конечно, российский народ за это отвечает, что не участвовал в выборах, как надо было бы, не требовало честности, не требовало прозрачности, значит, закрывало глаза, значит, да, поскольку... То есть народ несет ответственность? А несет ответственность, конечно. Народ не виновен, но он несет ответственность. Виновны те, кто совершил преступление конкретное. Те будут преданы суду, безусловно, я уверен в этом. А народ российский, как вообще, который закрывал глаза, потому что трудно себе представить, трудно себе признать, что моя страна просто убивает тысячи неповинных людей каждый день и так далее. Просто у них такой когнитивный диссонанс происходит, они просто решают не связываться с этим, закрывают глаза и лучше считать, что не знаю, что там где-то идет, не мое дело и так далее. Большинство именно так выживает. Поэтому психологически это для всех трудно. И думаю, что пойдет большое время для того, чтобы это можно было все переосмыслить гражданами, что делал этот путинский режим и как они допустили это. Михаил Михайлович, а вы верите в будущее коллективное покаяние российского народа, в его моральную, осознание моральной ответственности за эту страшную войну? Я, первое, что я хотел бы, чтобы это было. Второе, хочу верить, что такое. Это не будет сразу, безусловно, потому что, как я уже отметил, Путин уже отравил два поколения людей. И пропаганды просто продолжают портить, растаптывать, уничтожать здравый смысл вообще в обществе. Поэтому, конечно, сегодня ситуация тяжелее еще. И исправить это, довести людей до осознания полного и покаяния, нужно же все это рассказать, нужно все это показать, нужно все это доказать. Чтобы люди в это поверили, а не просто вы увидите две картинки, три выражения. Это сложный процесс. Но тут многие скажут, историки об особенности, пример Германии, как это делалось, что это не в один год уже произошло. Поэтому в России тоже это будет сложный путь. Но я хочу верить и верю, что это можно достичь. Вы четыре года были премьер-министром России, вы работали с Путиным. Вы прекрасно понимаете внутренние механизмы, царящие в путинском окружении. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, окружение Путина в массе своей понимает, куда они влипли? Или они еще на что-то надеются? Понимают, это точно понимают. В массе, как вы правильно сказали, в массе. И понимают средний уровень бюрократии. Все понимают, куда они влипли. Их никто об этом не спрашивал. Их вся жизнь построена. Их представление о своей будущей жизни и своих детей полностью перечеркнуто. Поэтому, безусловно, они прекрасно понимают. Если им дать понять, что они не будут сидеть в тюрьме, а многим из них не лучше сидеть в тюрьме, как я сказал, они ответственны, значит, но невиновны. Они не совершали конкретных преступлений. Они косвенно содействовали, за это несут ответственность, значит, да. Поэтому я говорю, что при изменении ситуации или при исчезновении Путина вдруг, значит, ситуация будет очень быстро меняться. Ситуация может поменяться, если Украина защитит себя, то есть защитит свою независимость и восстановит свою территориальную целостность. Ситуация будет меняться очень быстро. Путин окажется просто, что он побежденный и вообще не способный решить вопросы, которые он поставил и обосновывал в течение 10 лет, как это важно и вообще, что это такое. Значит, начиная с аннексии Крыма, начиная даже с агрессии против Грузии и аннексии Крыма, значит, за эти 10 лет, значит, что он натворил. Оказывается, что это ноль. Просто растратил все ресурсы, убивал тысячи людей и привел к тому, что еще народ оказывается побежденным и отвечает за все и все. Вы сейчас два слова упомянули. Исчезновение Путина. А как вы себе представляете возможные варианты исчезновения Путина? Ну, я не буду, конечно, придумывать, что это может быть, но в жизни разные, конечно, случаи, но безусловно, значит, Путин, пусть еще не очень старый, но немолодой человек, значит, скажем так, по-разному это все может быть. Особенно в авторитарных режимах ситуация меняется быстро, только раз и исчез. Можно вспомнить даже из российской истории, значит, Александр I, значит, вот сразу раз, это воскатом, восемьсот в авторитарном году, раз и исчез. Как? Все похоронили его. Потом, оказывается, похоронили умершего солдата. А он исчез, значит, да, там еда был каким-то там, значит, ходил церковником, значит, по сибирским селам, значит, да, а супруга царица оказалась в Париже, значит, да. Ну, бывает всяко, значит, да, поэтому я не знаю, не знаю, что такое чудо предсказывать. Я не социолог и не хочу даже в этом вмешиваться, значит, в эти процессы, значит, но я такого не исключаю, потому что жизнь, она очень многогранная и она меняется очень часто.